Предоставить квартиры вперед очереди. Сегодня во время приема Акима области с такими просьбами обратились несколько повладарцев. Жизненные ситуации разные. С конкретными примерами. Тимофей Голев. Людмила Белова пришла к Акиму с вечной проблемой коммунальной. Ее волнует вопрос кондоминиума. Женщину возмущает, что у нас до сих пор существуют ПКСК, которые временно открыли в 90-х годах. Просит следовать сегодняшнему закону о жилищных отношениях. Управлять организацией, обслуживающей дом, должен инженер. Во-первых, деньги, чтобы не оставались в ПКСК. У нас, во-первых, нет инкассации в ПКСК никакой. Не должно быть там никаких денег. Деньги должны только на счет перечисляться, которые открыли только-только в декабре наших ПКСК. Это раз. Во-вторых, не соблюдает законы председатель ПКСК. Извините, подвиньтесь, как говорится. Уступите место тем людям, которые будут работать, как положено, по закону. Глава региона резюмировал поменять организационно-правовую форму вправить только жители на общедомовом собрании. А это мать девятерых детей пришла сразу с несколькими проблемами. Ее интересует жилье, детская площадка. Но главное сейчас – конфликт в школе. В том, что родители собрали деньги на рабочей тетради, она написала накануне в Инстаграм Акиму области. А сегодня утром – скандал. Я же не имела в виду, что я претензии конкретно имею в школе. А в оконцовке сегодня с утра. У меня получилось так, что ажиотаж и негатив получился у меня в школе. Понимаете, у меня даже из групп сняли, убрали, удалили, как говорится. Теперь я в классе в этом, вообще в чёрном списке по-русски сказать. Да вы не только в классе в чёрном списке. Тут у вас столько привлечений ДВД. Эту семью взяли на особый контроль. В целом на приём сегодня пришли 10 человек. Трое из них пытались решить жилищный вопрос. Но здесь всё строго, по очерёдности и в рамках закона. Тимофей Голев, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Спасибо.